Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Черная икра Когда-то она была доступна и простому народу Так, по крайней мере, уверяла сталинская пропаганда Империя ревностно оберегала свою монополию на промысел икры, пополнявшей государственную казну Икру и теперь можно встретить на правительственных приемах, в домах богачей, в престижных парижских салонах Где она всегда соседствует с дорогостоящими русскими мехами и эротикой С распадом Советской империи государство потеряло контроль над монополией промысла и сбыта икры Организованная преступность, наживающаяся на продаже национальных ресурсов, подмяла под себя и икорную индустрию Сотни миллионов долларов, не попадающие в казну Кремля, это сотни тонн потрошенной и брошенной браконьерами рыбы Когда-то осетровые обитали во всех морях и океанах планеты Сегодня Каспий единственное место, где сохранилась эта древнейшая рыба 15 лет требуется осетру, чтобы превратиться из миллиметрового малька в гигантскую рыбину, созревшую для того, чтобы дать потомству Каждый год, ведомые древнейшим инстинктом, тысячи обитателей Каспийского дна стремятся подняться в дельту Волки Но все реже попадаются они в сети легальных рыболовецких артелей и все чаще гибнут на крюках браконьерских снастей, перегораживающих бесчисленные протоки дельты Осетр не успевает воспроизводиться Исчезновение этого уникального вида лишь вопрос времени Десять лет, пять, а может быть год Река распределена и продана мафиозными группировками, которые в течение каждого месяца собирают дань с небольших браконьеров Которые добывают эту икру путем установки крючковых снастей в Волге Икра добывается, осетры вспарываются, выкидываются в основном в реку Основное дело идет икра, так как икра потом продается за валюту Каждое утро сотни браконьерских катеров выплывают из камышей, окружающих бесчисленные протоки дельты В дни Путины, когда обезумевшая от боли рыба стремится к своим древним нерестилищам Даже миллионы острых самодельных крюков, разбросанных браконьерами по дну, не в состоянии преградить ей путь Некоторым из них удается продваться И там уже гораздо выше по течению в протоках с прозрачной водой Выброшенная самкой икра должна дать жизнь потомству Только двум малькам из 250 тысяч икринок удастся выжить и вернуться в это же место через 15 лет Для того, чтобы дать жизнь новому поколению Издревле Волга кормила местных жителей, давая столько рыбы и икры, сколько нужно было им для прокорма Но сегодня, когда потерян контроль над добычей и продажей икры на Запад Тысячи местных жителей превратили браконьерство в основной способ своего личного обогащения Жадно насыщая нелегальный рынок икорной индустрии Они не задумываются о том, что оставят следующему поколению Возможно лишь легенду об уникальной икре Субтитры создавал DimaTorzok Еще несколько лет назад, по данным Москвы, государственные артели добывали в год до полутора тысяч тонн икры Сегодня лишь 215 тонн Казна не добирает около 500 миллионов долларов ежегодно Прибывающим из центра инспекциям удается увидеть немного Уходящую лачонку с птичьего полета, дотлевающий костер, пустую палатку, брошенные снасти и растерзанную рыбу И все, что остается им, это перерезать оставленную браконьерами снасть Те немногие из местных жителей, кто решается говорить, уверяют, что река уже давно поделена между местными инспекторами на участке На его участке, а он протягает где-то, может быть, километр, полтора-два реке Ставят браконьеры свои снасти с его разрешения Поймал ты, не поймал рыбу В месяц ты должен заплатить определенную сумму Называется это данью Отдать деньги инспектору за то, чтобы твои снасти не вытаскивались За то, чтобы тебя не ловились И заранее инспектор предупреждает о налетах вышестоящих организаций В том числе и работников милиции на эти участки для проверки В этот момент снасти с крючками из реки вытаскиваются Ибо вышестоящая организация всегда предупреждает ежестоящие о том, что сегодня будет рейд Готовьтесь, он предупреждает своих людей, которые ставят за деньги у него снасти на участки И поэтому выстрел всей системы происходит в холостую Приехали, браконьеров нет, снасти нет, все прекрасно Вот вся система В попытке положить конец безрассудному уничтожению национального богатства Кремль поручил Министерству внутренних дел России разработать и провести операцию «Крутина» Весной одновременно в нескольких прикаспийских регионах России высадились подразделения внутренних войск Отряды ОМОН, специальные отряды быстрого реагирования СОБР К ним присоединились действующие в регионах Астрахань, Дагестан и Калмыкия Отделы по борьбе с организованной преступностью Перед руководством операции была поставлена задача Выявить путь икры от браконьера крупным поставщикам икры на запад И уничтожить эту цепь Для успешного проведения операции было решено попытаться одновременно нанести удар по всем звеньям цепи Используя надводный транспорт и вертолеты Высадить небольшие группы на острова Дельты для выявления браконьерских баз В ходе оперативно-поисковых мероприятий попытаться перехватить курьеров так называемых мулов Установив контрольно-пропускные посты Блокировать попытки вывоза партий икры в центральные города России Продолжение следует... 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 Продолжение следует...